Вот эти пачки извещений и писем по нескольку сотен в каждой, которые жителям дальнего почтальона предлагают разбирать самостоятельно, в Федеральном управлении Почты России по Сахалинской области признали практически нормой. На свое отделение жители села жалуются уже больше полутора месяцев. В течение этого времени некоторым жителям не удается получить свои посылки и письма. Даже посчитать я примерно не знаю сколько, может быть сотни-две. Сюда выкладывают, ходишь, смотришь, извещение. Я вот сегодня не нашел его. Спросил по номеру, по определителю. Тоже не обработали еще. Три или четыре раза ходил. Говорю адрес, даю письма, хожу сам, ищу, смотрю. Свои письма взял, потом все сложил обратно и отдал. Своего пика проблемы достигли в предновогоднюю пору. Традиционно жаркое время для почтальонов. К празднику сахалинцы заказывают множество мелких пакетов из интернет-магазинов. В сутки на сортировку поступает от четырех тысяч посылок. Разобраться с возросшим потоком мелких бандеролей в дальнем не могут. Здесь работает вдвое меньше положенного числа сотрудников. Очень много заказные письма, заказные посылки, бандероли, которые получаем из Китая. Заказные, простые. Все это обработать, это невозможно. Мы все делаем. И паштальонский, и мусор выкидываем, и убираем. И паштальон, и начальник, и оператор, и все. Все мы делаем. Два человека. По многочисленным обращениям жителей в почтовом отделении села провели служебную проверку. Ее результаты сахалинский филиал Почты России озвучил в официальном комментарии, который пришел в редакцию СТВ после сюжета о проблемах в дальнем. Внутренняя проверка почтамта не подтвердила недоставку письменной корреспонденции в течение нескольких месяцев. Почта доставляется с опозданием из-за временной неукомплектованности штата почтальонов. Кроме того, доставку на дом затрудняет отсутствие в подъездах жилых многоквартирных домов, почтовых ящиков и ключей от дверей с установленными домофонами. Служебные проверки почта вообще проводят часто. По их результатам на работников могут накладывать санкции. Почта России даже завела бота, которая отслеживает все возможные социальные сети, сайты и форумы. Известный многим помощник Дмитрий Маркин появился и на сайте АСТВ. При этом в почте России также сообщают, что проблемы временные, ситуация изменится, как только доберут штат. Доступные вакансии рекламируют в объявлениях. Отделения в Дальнем планируют расширить, но практика показывает, недостаток кадров так просто не восполнить. Это обычное явление. Почти везде по Южно-Сахалинску штат недоукомплектован. Часы работы отделений сокращены. Причина проста. Рядовой почтальон получает меньше 14 тысяч рублей в месяц. Из 1712 работающих, в соответствии с их действующим штатным расписанием, 401 работник получает меньше минимального размера оплаты труда, а сейчас уже и меньше прожиточного минимума. Что означает жить на сахалинский прожиточный минимум? Сотрудница АСТВ Анастасия Жукова решила проверить на себе. Своеобразный социальный эксперимент длился весь октябрь и практически провалился. Поверх 14,5 тысяч рублей пришлось взять денег взаймы, а последние дни тянуть на пустых крупах. Вывод такой. На прожиточный минимум нужно запретить себе болеть, покупать одежду или обувь, забыть о косметике. Желательно об интернете и кабельном. И не тратиться на транспорт. За время эксперимента Анастасия познакомилась и с теми, кто проживает такой же месяц постоянно. Из-за коммунальной услуги долг. Это в любом случае. Потому что у меня дети, я вообще не одеваюсь. Детям тоже у родственников, у друзей спрашиваю вещи. Максимум на лекарства. Это вот то, что остается. Максимум на лекарства деньги. И каждый день дома кушать. Порошок, не порошок. Потому что я к сестре езжу стираться. Ну, она приезжает, забирает вещи. Надо порошок покупать. Решить проблему зарплат может только федеральное управление почты. Но, похоже, их повышение не в ближайшей перспективе. Сахалинский филиал – единственное предприятие, которое уже шестой год подряд не подписывает областное соглашение о минимальном размере оплаты труда. Обосновывает убытками. 140 миллионов за 2014 год. Законных претензий к работодателю не предъявить. При этом на носу у почтальона в самое сложное время года. Любой циклон может привести к затору на главпочтамте. В 2011 году застопорилось полторы тысячи отправлений. В этом году кадрового резерва, чтобы справиться с подобным форс-мажором, нет и не предвидится.